кредитная карта альфа-банка бесплатная навсегда сама летит к вам моментальная доставка в любую точку россии и снятие наличных без комиссии в любых банкоматах поймите я москвич москвич до мозга костей гораздо больше чем большинство из москвичей москвич против доброе утро прошлом выпуске я приобрела автомобиль москвич и заехала в автосалон лада а также рассказала вам с чем можно сравнить из официально поставляемого вот эту машину напомню что это лада веста нового поколения она стоит тоже 2 миллиона рублей на тоже переднеприводная а также хавел джулион временно временно потому что на него пока есть госпрограмма когда госпрограмму уберут увы он по цене будет основательно дороже тысяч наверное на 400 нежели вот эта машина а сегодня я вам покажу то что можно привозить параллельным импортом и предлагать абсолютно в том же самом бюджете а далее никаких мои милые ни в коем случае оценочных суждений от меня вы не услышите я просто покажу вам эти машины и вы сами решите что вам нравится больше а теперь внимание вот просто навскидку перед вами новейшая модель от hyundai bayon передний привод обычный пятиместный автомобиль москвич про которые все рассказано пересказано и mitsubishi expander семиместная машина которая ровно в том же бюджете что и другие наши герои вот лично вы человек который смотрит это видео чтобы вы взяли доброе утро мы сейчас делаем уникальный контент который выходит также в моем сообществе века переходите туда смотрите подписывайтесь на мой паблик ссылка на него есть в описании к этому видео а также в закрепленном комментарии там будут выходить и те видео которые вы иногда видите где-то на других моих площадках но там очень много совершенно уникального контента и сейчас мы сняли туда машину которая не выйдет больше вообще нигде так что посмотрите этот видос переходите подписывайтесь на века вот не знаю как у вас кадре в жизни воспринимается чтобы это ближе как хэтчбэк а не кроссовер хотя везде даже на европейских сайтах это с юви дорожный просвет на 17 дисках здесь якобы 185 миллиметров у москвича при этом он 17 москвич небольшой кроссоверик а вот expander expander это скорее ну такой кроссовер тире минивэн то есть я не знаю как кадр передает или нет скажите как вы это воспринимаете то есть вот этот хэтчбэк это ближе к кроссоверу а это кроссовер тире минивэн и у него просто бомбический дорожный просвет 22 сантиметра смотрите он бывает кроссом почему мы не поставили сюда кросс да потому что он дороже и он уже будет где-то 2 и 4 миллиона и тогда мы совсем не лезем бюджет потому что у нас москвич стоил 2 миллиона 35 тысяч рублей он до дороже москвича но буквально там на 150 тысяч и он единственный имеет как раз таки две модификации кросс и не кросс кросс выше на пару сантиметров и кросс везде по кругу имеет очень классные темные молдинги то есть на нем действительно несмотря на то что полным паре по приводу он не будет никогда на нем действительно можно проезжать где-то где какие-то там сугробы и это единственная машина которая может похвастаться третьим рядом сиденье наверное как раз таки за счет своей пузыристой конструкции в третий ряд который кстати я делал полноценный тест этой машины вполне нормальные жизнеспособный даже если у вас ноги как у меня длинные сейчас был такой интересный момент вот эти три машины наши они как магнит здесь стоят смотрите что происходит мы не даем никому покоя со своим москвичом посередине вот факт остается фактом на него очень смотрят мы думали что потому что это новинка и такая прям знаете научу уж говорить скандальная вокруг сколько было разговоров народ подходит смотрит изучает мы просто записали реакцию людей что нравится больше мы ее вам чуть позже покажем а пока хочу вас кое чем спросить и тоже кое-что вам показать ну и вот что я хотела вас спросить мы наконец-таки брендировались сделали вывески но скажите пожалуйста чисто визуально вам нравится как мы сделали хорошо это выглядит и видно ли это короче просто интересно в ваше мнение ну и как всегда все машины леса рулит они закрепленном комментарии телеграм-канале торговом также там есть мой в закрепе есть мой просто уютный чатик телеграм-канал российская моя соцсеть дзен и сообщество века добро пожаловать подписывайтесь и сейчас на улице минус 10 и как вы видите сосуля у меня на носу не висит а пальто я не снимаю ну просто потому что линия пересаживаюсь из одной машины в другую ведь и мы уменьшили здесь интенсивность обдува и убрали даже чуть-чуть печку сейчас на улице минус 10 и ну в машине абсолютно тепло то есть боятся того что это эмиратские машины и у них нет печек не стоит давно прошли те времена они действительно когда-то были у меня были как-то дэотико мне просто сунули по незнанию своему я их попродавала людям а потом эти люди ко мне поздней осенью все по приезжали и мы им устанавливали печки за свои деньги сейчас такого уже не бывает во всех эмиратских машинах тепло не переживайте ну начнем с салона москвича потому что он у нас объект систематической бомбежки и так значит я на нем езжу уже пожалуй недельку в чем вот что не нравится мне мне не нравятся сенсоры мне принципе во всем остальном ну бюджетные бюджетная тачка вот ни плюс ни минус я имею ввиду интерьер ходовая часть динамика чуть позже значит если бы я была чуть повыше подозреваю что меня могло бы в дальних путешествиях напрягать висячие бедро сейчас вот смотрите вот это я давлю на газ у меня где-то я ласкаю педальку газа у меня где-то вот только не хватает до колена вот что касается посадки само седло не мягкая наверное не проваливаюсь и не жесткая тоже нечто средне обычно в бою не кресла вот они какие точно также я села сейчас тоже моя нога ровно лежит на педали газа и вот видите у меня под коленочку кресла подушечка если вы такого же роста как я либо пониже я думаю что вам хотя нет я ничего не думаю никаких оценочных суждений я не думаю я показываю и можете там в комментариях друг на друга срать потому что я не имею никакого отношения вообще ни к чему я в данном случае показывал к так вот показывал кого показывает вот сидение так села положила ножку на педальку и вот что у нас с креслом знаете удивление моё потому что обычно вот в этих японских автомобилях как и в китайских очень короткая подушка но нет здесь подушка прекрасная более того ладно скажу хоть раз свою оценку мой фаворит это японский велюр он прям приятный посмотри пожалуйста покажи прям камерой как его приятно гладить прочувствуйте это сейчас через экран ваших телевизоров москвич нравится больше эрик люди выбирают москвич просто случайный человек на улице язду москвич москвич мужской из них четко про москвич нельзя сказать ни одного плохого слова вот прям вообще не грамочки не вообще крошулечки поэтому терпите буду вам сейчас лить в уши у него есть одно глобальнейшее преимущество не у экспендера не у байона такого нет у него есть муляж передней камеры и муляж радара тадам смотрите как это круто все три машины у нас под капотом имеют 4 но нет не литра четыре цилиндра опа здесь капот легенький под ним у нас так куда это вставить а вот сюда странная дырка согласитесь не очень удобная под ним у нас малюсенький малюсенький аккумулятор от мопеда третий два раза мы экспендеры снимали здесь все прям мега простенько открыто доступно здесь нет защиты здесь близко бачок для мывайки что кстати оказалось удобно здесь вот прям в самой прямой видимости блока bs и к мотору хороший доступ с двух сторон потому что сам мотор какой-то прям очень-очень компакт ненький система стабилизации работает кстати когда мы делали видео про toyota rush про expander про suzuki rtego было много я помню комментариев о том что но это же машину не даже abs нет ребят с чего вы это взяли я просто не понимаю здесь есть и abs и нормальная система стабилизации вот то что например европейских машинах называется esp все это здесь есть и это просто обычные бюджетные автомобили они там не особо лучше или не особо хуже чем то что производилась например ну порядка там не знаю 10-15 лет назад и было очень распространено в mitsubishi вы сто процентов можете лить 92 бензин и не париться что касается баю на то в принципе там тоже он допустим москвичи даже не знаю что они говорят но там турбомотор и ну честно я бы не стала я бы туда вот вчера заливала и заливала 95 а знаете чего вы точно не увидите под капотом москвича вот не могут не вы не увидите там обилие эмиратской пыли у москвича все те же четыре цилиндра только с рогулькой хоп и здесь видно что все уже посовременнее аккумулятор здесь 55 ампер часов против 36 экспендера что в принципе больше но все равно немного под россию надеюсь что в будущем его увеличит москвич это единственная машина в которой если ну из наших трех если не пристегнешься не поедешь то есть поедешь но вручную электроручник надо будет тыкать и он сделает так то есть отличится и это единственный из всех трех наших автомобилей у которого турбированный полутора литровый агрегат 150 лошадиных сил и он идет парень с классическим автоматом он идет с вариатором далее решайте сами насколько вам что из агрегатов подходит или нет здесь рекомендован к заливке 95 бензин не 92 здесь также при нажатии на педаль получаешь чуть более яркий отзыв чем у того же экспендера с которой я только что пересела первая мысль была что здесь что-то прикрыто пластиком в отличие от допотопного экспендера но нет это просто огромный воздухан вон пожалуйста сверху тоже в открытом доступе все катушки зажигания и опять же мне казалось что здесь есть защита потому что если я смотрю туда там я не вижу пола но присмотревшись я поняла что это защита по сути фонарем себе я поняла что это просто защита от грязи ибо она фетровая это ну по сути муляж то есть если хотите защищать поддон двигателя то нужно поставить железку что-то мне подсказывает что у байона будет самая современная подкапотка и здесь такие же 1 и 4 атмосфера как у соляриса и первый раз своей жизни вижу чтобы дырку под держатель капота сделали прямо в стакане кредитная карта альфа банка бесплатная навсегда сама летит к вам моментальная доставка в любую точку россии и снятия наличных без комиссии в любых банкоматах только не думайте что мультимедиа в байоне почему-то белая это пленка вот видите ее можно снять можно и не снимать новая машина мы не хотим пусть делает это сам владелец так здесь у нас в байоне классический шестиступенчатый автомат пожалуй это самый современный по агрегатам автомобиль из тех которые у нас есть хотя почему я так говорю делайте вывод сами но точно москвич и байон современнее чем экспендер это вот сто процентов неоспоримый факт а байончик конечно самый классный именно с точки зрения плотности ходовой части и интересности по управляемости несмотря на то что это какая-то там 100 сильная машинка весь вопрос в настройках у него знаете ну первые даже метры рулем шевелишь и понимаешь о чем идет речь вот и у этого есть обратная сторона байон самый жесткий по ходовой части в особенности от для задних пассажиров здесь конечно просто вообще по кайфу водителю то есть эта машина который вот если на каждый день ездить по городу вы прям радоваться будете топливо нюхает едет нормально короче говоря вот именно по тому как рулить как управлять автомобилем для меня именно для меня на первом месте байон для заднего пассажира для евгения силу того что он в данном случае у нас задний пассажир байон но самый дискомфортный вот она измерительная колдобина на которой евгений сказал ох закряхтел как старый дед и опять же все та же система стабилизации все здесь есть все срабатывает и на нем прям хочется рулить и я думала что я похвалю байонская подкапотная но хвалить увы особо нечего потому что кроме прикольной дырки в стакане у нас здесь акум еще меньше чем у москвича 45 ампер часов но побольше чем у экспендера здесь все также все в открытом доступе и маленькая пластиковая прикрученная на болты а не на заклепке защита да и впрочем здесь больше особо нечего сказать кроме того что он доступный блок а без мы не поняли он где-то спрятан у москвича я его не вижу и защита здесь не фетровая как там она пластиковая но это наверное не плюс потому что от пластика как вы понимаете толку никакого зато слышны все камушки а по тряпке хоть камни не слышны но которые бьют снизу по моторному отсеку и перед тем как мы на экспендере поедем на наши измерительные колдобины давайте вот пройдем два стандартных прыщика лежачих полицейских мы это сделали на скорости примерно двадцать пять километров в час как ты там евгений как твой зад мой зад прекрасно спасибо но серьезно а серьезно мне кстати тоже то есть по комфорту expander прям гуд а вот по шумоизоляции не знаю что будет у других машин но этой варке просто забыли что-либо положить там что-то я еду сейчас по снежку и прям чувствую каждый хруст колеса по снегу здесь наверно из всех трех машин но объективно самая лучшая шумоизоляция колесных арок но либо такая же как в байоне точно проигрывает expander в этом отношении шумоизоляция байоне наверно все-таки самое лучшее из всех трех да здесь и арки зашумлены короче здесь вот если бы я купила эту машину я бы дополнительно ничего не стала делать здесь и варки положили и принципе наверно подкапотном пространстве не забыли надо смотреть но по крайней мере здесь нажимаешь газулька в пол все пробуксовывает но вот видите но вой мотора слышно прям меньше всего из всех трех наших прекраснейших героев достойнейших прекраснейших героев чтобы не подумали что я хвалю как будто 1 нас прям хороший свет не требующий дополнительных вложений только у байона вообще вот честно нравится хорошая гармоничная машинка у москвича очень симпатичный ходовой огонь они сделали сверху вот эти вот фары с углом они мне нравится просто как выглядит на мой вкус что спереди что сзади мне нравится у него как сделан свет а вот что касается основных ламп здесь галоген с линзой по хорошим для дождя может и неплохо будет но по хорошим если часть часто ходите по трассе то этот цвет нужно бы поменять у expander тоже симпатичные ходовые огни они делают машинку такой злой но у них в случае если это expander кросс здесь будет прекрасный лет свет просто прекрасный тоже ничего не надо будет делать но у нас с вами более простая и более дешевая версия вот 200 тысяч плюсом и у вас кросс со всеми пирогами кросса здесь же желательно конечно же тоже свет поменять у expander в дебильное место вынесены туманки они у вас скорее все будут часто трескаться лайфхак идеально сюда подходит крышечка от принглс боё не качество пластика да наверху пожалуй такое же как москвичи здесь нигде нет обшитых кожзамов кусочков кроме рычага кпп внизу короче здесь пластик и вверху и внизу примерно одинаковый обшивка мягким кожзамом есть только на дверях японцы в особенности недорогие они же у нас мастера пластиковых фейковых прострочек и вот здесь ее хоть отбавлять это же здесь натуральный дуб присутствует в отделке интерьера и здесь в отличие от других автомобилей ну вот это может конечно позвякивать но я думаю что можно подтянуть наверное замок бардачка дальше здесь правда классные вставки симпатичные вот эти под карбон прям хорошие прямо не такие не по классу неплохо выглядят вот они по панелям пока ничего хрустеть не начало вот здесь жесткий обычный для бюджетки жесткий пластик все вот середине центре обшито обычным тоже совершенно кожзамом глянец вот этот я безусловно считаю что нужно закатывать в пленочку как мы показывали в первом видео потому что видите я не знаю я вообще ничего с машины не делаю и дети мои ни разу тут не ездить а вот появился же маленькая царапинка вот я только что при вас руками тронула и уже следы неаккуратненько неопрятно смотрится но это не только москвич это любой вот этот оля рояльный лак ну и следующий объект моей бомбежки это все уведено здесь под сенсор и кнопок вообще нет то есть вот это вот панель ее тоже обязательно закатать в пленочку а дальше уже вы сами решаете вам это нравится или нет вот я при вас сейчас буду нажимать на кнопки в принципе попадать на них можно в отношении крупные не плотно друг другу расположены но я бы предпочла чтобы кнопка была кнопкой кнопки кнопки давайте автопроизводители нас точно услышит и если мы будем бомбить постоянно то я думаю что кнопки все-таки будут появляться в новых моделях автомобилей чаще в баю не климат очень классические здесь кнопки здесь вот эти вот клавиши вверх вниз климат тоже однозонный но выглядит он вот вы видите дал менее модно выглядит так скажем но для тех кто любит кнопки вот здесь вот они просто россыпью целый в экспендере блок климата максимально упрощен он максимально удобный потому что это тупо 3 крутилки и он не только упрощенную на самом деле проще потому что это кондей это не климатическая установка то есть здесь как в стандартном кондиционере вы можете сами выставлять себе чуть потеплее побольше поменьше вентиляцию ну и направление по мультимедиа твой он это apple carplay подключается но в отличие от москвича здесь он беспроводной у нас вот этот аппарат сейчас подключен все то же самое я не на может эта особенность ребят подскажите может быть эта особенность apple carplay что здесь вот как бы пальчиками ничего делать не можешь на плюсиком и минусиком можешь это менее удобно и но факт что очень удобно у меня к сожалению в тесле этого нет я могу подключиться здесь и смотреть на навигацию на основном экране когда еду прямо класс вот насколько важно проводом или не проводом не знаю в москвиче проводов в байоне carplay беспроводной самый кранчик здесь немного поменьше но разрешение и скорость его работы примерно точно такие же хорошие не замечено чтобы проглючила мультимедиа не было такого чтобы она работала как-то медленно она идеально быстро соединяется с apple carplay прям раз раз и все готово в навигации подбешивает то что увеличивать или уменьшать размер карты я могу только плюсиком или минусиком вот здесь настоящим шоком для меня было когда я я шла к expander у собираясь сказать ну и свой юсби я могу тыкать в этой машине куда угодно и ничего не будет а здесь подключился apple carplay просто быстрее всех понимаете быстрее всех моментально просто он подключился и видимо-видимое да это дело не в москвичей или в байоне а видимо это apple carplay sky такая фишка что здесь навигация можно только плюсиком или минусиком управлять вот ну короче ха у нас очень простая мультимедиа в экспендере но по функционалу друзья мои это ровно то же самое что и все остальное единственное что по bluetooth у здесь не работает проекция вашего телефона на экран мультимедиа она работает с проводом и конечно место для этого провода но фантастически удачно выбранным просто фантастически лучше только владе они все в лоб себе юсби воткнули короче у вас будет провод который будет торчать вот сюда вниз ну и экспендера все то же самое по приборке что и москвича и у байона посредине небольшой экранчик только здесь он еще и монохромный и хорошие прекрасно читаемые колодцы в байоне бывает цифровая приборка но тогда эта машина будет стоить дороже мы вылезем за наш бюджет здесь хорошие аналоговые приборы прекрасно все видно собственно если сравнивать с москвичом пожалуй наверно равнозначно я не знаю чего все бомбите на обрабанные тормоза объясните мне мне просто интересно считается что они менее эффективны до их же как бы в обслуживании вроде реже надо обслуживать но здесь у нас экспендер короче отличился у него сзади барабаны у всех остальных ребят сзади обычные совершенно дисковые тормоза и да безусловно у всех троих героев сзади и балка в экспендере мы сейчас женьку посадили на переднее сиденье и вот при такой моей посадке его метр девяносто туда прекрасно поместились но смотрите здесь у меня сейчас посадка просто бомба плюсы семиместных машин в том что у них всегда есть регулировка наклона спинки смотрите то есть я могу вот так вот вольготно сидеть на широкий угол ее сделать но при такой посадке ни о каком третьем ряду конечно не может быть и речи третий ряд я показывала здесь в видосах про экспендер и мне нужно сделать примерно вот так вот и тогда там будет кайф усносно но мне кайфа тогда не будет поэтому поэтому хрен вам вот вот это кайфы да и продолжая про эту же машину я когда ехала забыла вам сказать очень важную вещь на дальняк вы точно это припомнить и про дальняк и про экспендер я забыла вам сказать очень важную вещь которую да чё ты ржешь то блять и про экспендер я забыла вам сказать очень очень важную вещь особенно когда будете ездить на дальняк вспомните меня пойдете на дальняк вспомните меня очень важную вещь поедете на и про экспендер забыла вам сказать очень важный момент поедете в дальнее путешествие точно вспомните это здесь отсутствует подлокотник падла приводя отсутствует посредине и я вот вроде когда в городе ничего потом уже час здесь катались пока снимали я такая думаю да ёлы-палы ну как же хочется локоть-то положить а некуда то есть представляете вам придется на авторынке в тольятти колкусь сюда какую-то херню ну выглядеть хорошо это точно не будет она и так то в принципе такое себе так себе выглядит а еще и с этим подлокотник короче имейте в виду если вам это важно мне важно вот мне было бы не комфортно кредитная карта альфа-банка бесплатная навсегда сама летит к вам моментальная доставка в любую точку россии и снятие наличных без комиссии в любых банкоматах сзади у москвича вы знаете достойное количество места мой рост 175 я сидела мне было там вообще удобно и смотрите короче здесь вдвоем вообще нормально даже если далеко ехать но из плюшек здесь всего-то 2 usb разъема никаких вам обогревов ничего больше нет поёна сзади как оказалось место тоже вагон я чем забыла с последнего раза когда мы его снимали прям вагонище но здесь один usb разъем и даже нет дефлекторов по-моему этим не грешит ни один из наших героев но что милые мои что вы выберете вот эти вот рулящие писы по бокам и либо детище москвича любимый сын эрика давидовича москвич вот вам три варианта давайте я абсолютно честно вам все изложила не верите да приезжайте посмотрите все эти машины в доступе я же со своей стороны скажу что ни одна из них не является прям говном но у каждой есть свои плюсы и минусы давайте ваш выбор целую обнимаю пока